Вот этот прекрасный голос робота. Спасибо тебе. И мы готовы начинать. Рад вас всех приветствовать на нашем мастер-классе, который я назвал не очень мудренно. Основа работы с командной строкой Cisco EOS. Это второй мастер-класс из этой серии. Первая часть проходила почти год назад и за этот год я провел довольно большое количество мероприятий по другим темам. И вот подумал, что пора бы вернуться к базе и продолжить рассказ о работе в командной строке Cisco EOS. Часть вторая. Первичная настройка коммутатора и маршрутизатора. Как вы, наверное, уже видели и прочли, зовут меня Монахов Павел Сергеевич. Можно просто Павел, можно на ты, можно на вы. Не суть критично. Полную информацию обо мне можно найти на моем сайте monachops.ru. Там же есть все контакты, в том числе перечисленные ранее мной ссылки на тот же канал в YouTube. Там есть ссылка на электронную почту. Так что, если есть желание познакомиться, изучить поближе, пообщаться, добро пожаловать. На слайде вы видите часть моих сертификаций. Небольшую часть, надо сказать, потому что их довольно много. Я являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems и сертифицированным академическим инструктором компании Cisco Systems, что позволяет мне от лица компании Cisco Systems вести курсы по оборудованию компании Cisco Systems, по ее решениям, по сетям в принципе. Помимо инструкторских статусов, у меня довольно большое количество разного рода промышленных сертификаций. И некоторые из них представлены на экране. Такие как CCNP Enterprise, Cisco Certified Specialist, CCNA Security, просто CCNA. Также есть сертификации по Linux и сертификации по продукции Microsoft. Правда, в последнее время я от продукции компании Microsoft отошел. В данный момент я целиком сосредоточен на преподавании. Преподаю здесь в Центре специалист. Курсы по сетям, по оборудованию компании Cisco Systems, по открытому программному обеспечению, по выходным, в будни. В этом году я решил сосредоточиться, еще раз повторюсь, на преподавании. Но до этого, в течение 15 лет, я работал в мире IT и преподавал параллельно. То есть я не чистый теоретик, я практик, который прекрасно знает, как на предприятии сети устроены. И я отнюдь не чистый сетевик. Это сейчас я сосредоточен на сетях. До этого я довольно плотно занимался уже упомянутой продукцией компании Microsoft, и не только. Поэтому мне есть, что вам рассказать. Ну да ладно, хватит о себе. Давайте я немножко расскажу о Центре. Учебный центр специалист, в котором я преподаю. Это крупнейший учебный центр России и Восточной Европы. И в этом году у нас юбилей, 30 лет. Центру специалист исполнится, насколько я помню, в ноябре. И получается 10 лет, как я здесь работаю в разных должностях. Вот так вот, два юбилея запаса. За это время мы обучили более тысячи миллионов выпускников. У нас огромное количество учебных классов, огромный ассортимент курсов. 250 примерно преподавателей и экспертов, среди которых и я в том числе. Центр специалист имеет большую историю. И на текущий момент, надо сказать, мы предоставляем очень высокое качество нашим учащимся, нашим выпускникам. Часть наших гарантий вы видите на экране. От себя добавлю, центр специалист это лицензированное образовательное учреждение, которое имеет возможность не просто вести курсы, но и выписывать вам документы, включая такие документы, как удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Или если вы берете большие дипломные программы с большим количеством курсов, с финальными работами, есть возможность вам также получить диплом о профессиональной переподготовке, что на мой взгляд немаловажно. Если вы не человек из мира IT, а где-то рядом, то, конечно же, надо работодателю как-то доказать, и не только на деле, но и документально, что вы специалисты, способны выполнять свою работу. И таким образом в центре специалисты вы получаете все разом. И знания теоретические, и навыки практические, и документальное подтверждение этим самым знаниям и навыкам. Как я уже сказал, наш семинар, сегодняшний мастер-класс, является продолжением того мастер-класса, который проходил почти год назад. И в описании мастер-класса было упомянуто, где можно ознакомиться с записью. На всякий случай я быстренько пробегусь о том, что было в первый раз. В первой части я рассказывал о строении приглашения, о разных режимах работы, пользовательском, привилегированном, режиме глобального конфигурирования. Я рассказывал о командах и параметрах, о контекстной справке, о спасительном значке вопроса, об автодополнении по кнопке Tab. Или, как еще говорят, мозгах, когда получает такой собачий язык, можно не дописывать команды и параметры. Рассказывал о сочетаниях клавиш и рассказывал об основных синтаксических ошибках. Мы научились ориентироваться в командной строке, но без какой-либо конкретики. То есть мы ничего не настраивали, а вот сегодня мы как раз займемся настройкой. Ну и, собственно, я думаю, можно перейти к содержимому. Для этого я открою командную строку двух устройств. Двух устройств. Вот она. Я подключу к двум устройствам. Сверху я подключен к коммутатору третьего уровня. В нижней половинке я подключен к маршрутизатору. И я специально решил показывать два окошка, чтобы была видна схожесть конфигурации двух устройств. И при этом заодно, если есть различия, показать эти различия. Перед началом я сбросил настройки оборудования и перезагрузил оборудование. И мы видим экран первого входа в систему. Маршрутизатор или коммутатор третьего уровня при первом входе в систему или при первом входе после сброса конфигурации предлагают нам войти в режим начальной настройки, где путем ответа на вопросы можно будет создать начальную конфигурацию. Если бы это был коммутатор второго уровня, то подобный экран бы не появился. Но даже если экран появляется, обычно никто им не пользуется. Все нормальные люди выбирают пункт No и начинают настраивать все вручную. Мастер это, конечно, здорово, но тот, кто хочет получить полный контроль над оборудованием, тот пользуется, тот бивает только те команды, которые ему нужны, чтобы не было ничего лишнего. Поэтому в обоих окнах я отвечу No и в верхнем, и в нижнем. Как вы видите, вверху появилось приглашение. Вверху у меня коммутатор третьего уровня, мы видим приглашение по умолчанию switch и значок больше, галочку, как ее еще называют, что показывает нам, что мы находимся в режиме неприверегированном, в режиме пользовательском. И в пользовательском режиме мы не можем настраивать устройство, не можем его перезагрузить, можем только смотреть, и то не все. Вот это такой, скажем, режим гостя. Внизу маршрутизатор. Аналогично мы видим стандартное приглашение. Все маршрутизаторы по умолчанию называются роутер. И тоже попали в режим неприверегированный. Конечно же, на устройствах есть какая-то конфигурация по умолчанию. Она, по сути, не работоспособна, но тем не менее она есть. И, наверное, стоит рассказать о том, как устроена конфигурация на устройствах Cisco. На устройствах компании Cisco Systems есть так называемая текущая конфигурация running.config. Running.config представляет собой виртуальный файл. Почему виртуальный? Потому что к этой сущности можно обратиться, как к обычному текстовому файлу. Можно просматривать, можно содержимое копировать. Но, по сути, это не файл. Он не лежит где-то на диске, на флешке, еще где-то. Когда мы смотрим с вами начальную текущую конфигурацию, по сути, мы просим устройства обратиться к разным участкам памяти, процессора и предоставить нам информацию в удобоваримом. Текущая конфигурация хранится, как говорят, в оперативной памяти и автоматически она не сохраняется. Для того, чтобы посмотреть текущую конфигурацию, я сначала перейду в режим привилегированной команды enable, а затем воспользуюсь командой show. Команда show позволяет посмотреть нам все, что угодно, ну и в том числе текущую конфигурацию. А текущую конфигурацию, к текущей конфигурации можно обратиться с помощью параметра running.config. Можно было, кстати, не дописывать, написать просто show run, как это многие и делают. Нажму show run, нажму enter. Некоторое время на экране вы видите вот такую вот надпись building configuration, то есть идет построение конфигурации. Я вам сказал, что содержимое этого файла считывается из разных участков и представляется нам в удобоваримом виде. Текущая конфигурация будет представлена на экране. Вряд ли она влезет на весь экран, но тем не менее мы посмотрим на часть. Все, что начинается с восклицательного знака, это комментарии. После восклицательного знака строчка не воспринимается. Обычно здесь восклицательные знаки представлены для разделения каких-то блоков информации. И, например, я вижу, что наш коммутатор называется с большой буквы switch. Почему мы видим в командной строке именно слово switch? А потому что в начальной конфигурации именно это слово и фигурирует. Если я начну проматывать конфигурацию, то я увижу огромное количество пустых строк, информацию о настроенных интерфейсах. Как видите, здесь просто идет упоминание интерфейсов, коих на коммутаторе довольно много. На этом коммутаторе 24 100 мегабитных интерфейса Fast Ethernet и 2 гигабитных интерфейса гигабитных интерфейсов. И все, конец. Точно так же я могу посмотреть стартовую, не стартовую, текущую конфигурацию на маршрутизаторе. Войду в привилегированный режим команды enable, но не обязательно писать целиком. И show run. Конфигурация на маршрутизаторе довольно короткая. Мы видим, опять же, имя нашего устройства. Информацию об интерфейсах. Коих здесь гораздо-гораздо меньше. И, в общем-то, все. Зачем я показал вам текущую конфигурацию? А чтобы мы могли после базовой настройки посмотреть, что изменилось в этом файле текущей конфигурации, и потом посмотреть, как эту конфигурацию можно сохранить. С чего начинается настройка устройства? Во-первых, вам придется войти в режим глобального конфигурирования, как мы делали в первой части курса. Для этого можно воспользоваться командой конфига с параметром терминал или сокращенно компт. На экран выводится сообщение о том, что можно вводить конфигурационные команды по одной команде на строку. И если нам надоело что-то настраивать, надо выйти отсюда, например, нажав комбинацию клавиш Ctrl-Z. То же самое на маршрутизаторе. Никаких отлик. Для чего нам нужно имя устройства? Как видите, устройства по умолчанию называются довольно скучно и бледно, Switch и роутер. В общем-то нам это ни о чем не говорит. Если у вас сотни устройств, то у каждого устройства должно быть понятное имя. Во-первых, чтобы вы понимали, с чем вы работаете. Раз. Чтобы не ошибиться. Во-вторых, на именах могут быть завязаны такие вещи, как система доменных имен DNS или система цифровых сертификатов. Поэтому надо к выбору имени подходить осознанно и выработать какую-то схему именования. Если вы приходите работать в организации, где подобная схема уже есть, надо придерживаться имена этой схемы. Если вы только начинаете, надо выработать свою схему. Я крайне рекомендую мне заниматься ерундой и не пытаться написать имена, не очень относящиеся к делу. Если вам не очень ясно, какие имена писать, ну так в конце концов начните писать просто вроде Switch 1, Switch 2, Switch 3, роутер 1, роутер 2, роутер 3. Вместо того, чтобы придумывать что-то красивое, но менее функциональное. Я знаю одну контору, где администратор очень творчески подходил к выбору имен и все свои сервера. Он старался называть именами богов. Это, конечно, выглядит круто, но я представляю себе человека, который пришел после него и пытался в этом пантеоне богов разобраться. У него были сервера вроде Zephs, Gephest, Germes и так далее. И, конечно, он какую-то внутреннюю логику в это вкладывал, но мне кажется, человеку после него было крайне тяжело разобраться, учитывая, что и документации, наверное, он особо не оставил. Поэтому лучше бы он называл все попроще, вроде Mail01, Mail02, DC01, DC02. Так было бы гораздо лучше. У нас будут всего два устройства, коммутатор и маршрутизатор, поэтому я для простоты назову одно устройство SV1, а другое устройство R1. Имя может состоять из букв, цифр или значков дефиса, при этом имя не должно содержать пробелы, не должно начинаться с цифры и максимально имя может быть до 64 символов, что в большинстве случаев вполне себе достаточно. Для того, чтобы настроить имя, достаточно устройства воспользоваться командой host name. Если вы забыли, что писать дальше, напомню вам о спасительном значке вопроса. Как видите, после команды hostname можно ввести только один параметр, большими буквами написано слово word и указано, что дальше идет имя системы. Если вы видите что-то написанное целиком капсом, как здесь слово word, предполагается, что на этом месте вы введете что-то свое, а отнюдь не капсом слово word, назову коммутатор sv1 и больше никаких параметров не нужно. Вижу в угловых скобках слово сокращение cr, carriage return, возврат каретки. Прожимаю enter и как видите настройка применяется моментально. Большинство команд, я бы даже сказал подавляющее большинство команд Cisco EOS отрабатывает мгновенно без всякой задержки и если все прошло хорошо, вы не видите сообщений в принципе. И только если у вас выводится сообщение, вам надо обратить на это внимание, значит, вероятно, что-то требует вашего, может быть, вмешательства или требуется донести до вас какую-то полезную информацию. В моем случае ничего не произошло, я имею в виду никакого дополнительного сообщения не было, но при этом в самом приглашении имя устройства сразу поменялось, SV1. Аналогичная команда и на маршрутизаторе и тоже отрабатывает мгновенно. И действия, которые мы сейчас применили, автоматически не сохранятся. В текущей конфигурации имя есть, но пока я конфигурацию не сохраню, ничего автоматически не сохранится. И если вдруг пропадет питание, все мои изменения потеряются. Пока я сделал немного, я хочу показать, что конфигурация действительно не будет сохранена. И для этого я коммутатор перезагружу. У меня нет возможности сейчас вытащить по жесткому кабель питание, чтобы симулировать пропадание электричества. Поэтому я по-доброму коммутатор перезагружу командой релоуд. Умный коммутатор спросит, хочу ли я сохранить конфигурацию, но я именно не хочу. И пока коммутатор будет перезагружаться, а перезагружаться он будет довольно значительное время, я расскажу, как конфигурацию сохранить. Выйду на маршрутизаторе из режима конфигурирования. давайте посмотрим на файл текущей конфигурации с помощью команды showrun. В выводе команды showrun я вижу, что имя устройства было тоже изменено. Не буду просматривать конфигурацию дальше. Стартовая конфигурация или загрузочная конфигурация хранится в файле, который называется startup config. Этот файл хранится в nv-ram, non-volatile ram, то есть в энергонезависимом участке оперативной памяти. И этот участок памяти довольно маленький, очень маленький, как правило, 512 килобайт или что-то около того. Его хватает для сохранения конфигурации или для хранения сертификата. Я попробую вывести содержимое стартовой конфигурации с помощью show startup config. И что вижу? Startup config is not present. Startup config не подарок. Ну, нет, не подарок, конечно. Startup config не представлен. Нету его банального здесь. Если я устройство перерегружу, изменения потеряются, а как изменения сохранить? running config это просто текстовый файл, пусть и виртуальный. Startup config это тоже текстовый файл, но при этом реальный, который лежит в NVR. И чтобы сохранить конфигурацию, достаточно скопировать один файл в другой. Для этого я могу воспользоваться командой copy универсальной. Команда copy умеет копировать что угодно, куда угодно, и в том числе она умеет копировать конфигурацию из файла running config файл startup config. Команде copy потребуется дать два параметра. Первый параметр откуда я копирую из running config и через пробел второй параметр куда я копирую. Собственно startup config. На всякий случай устройство спросит правильно ли оно меня поняло 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 все время это слово попадается. Правильно ли устройство восприняло то что я написал что я хочу сохранить изменения именно в startup config я просто нажимаю enter некоторое время я вижу строчку building configuration и в итоге ок конфигурация сохранена. Теперь я могу посмотреть конфигурацию startup config я удостоверюсь что там есть строчка hostname вот она все хорошо конфигурация есть она является полным аналогом текущей и если теперь я перезагружу r1 я ничего не потеряю я думаю вполне себе могу это позволить команда reload пошла перезагрузка и пока нижний маршрутизатор перезагружается я вернусь к коммутатору вижу что мои изменения действительно не сохранились я опять вижу приглашение по умолчанию switch вернусь в привилегированный режим войду в режим глобального конфигурирования настрою имя устройства с помощью команды hostname и я готов с вами двигаться дальше как вы наверное заметили когда я входил на устройство у меня не запрашивали ни имя пользователя ни пароль ни когда я подключился к устройству ни когда я входил в привилегированный режим и по умолчанию действительно на устройство компании Cisco Systems нету никаких имен пользователей и паролей и мне кажется это вполне себе нормально какая разница есть у вас стандартное имя пользователя и пароль либо вроде админ админ или их нет совсем в любом случае тот и другой вариант небезопасный на устройство Cisco мы можем задать несколько паролей в первую очередь пароль на привилегированный режим когда мы вводим команду enable чтобы мы не сразу попадали в привилегированный режим а у нас запрашивался пароль для этого в режиме глобального конфигурирования я могу воспользоваться командой одноименной enable обращаю внимание что это разные команды одна команда в пользовательском режиме переводит вас в привилегированный режим а команда enable в режиме конфигурационном позволяет задать пароль на вход в этот самый режим у команды enable есть несколько параметров и посмотрите внимательно нас интересует параметр пасворд и параметр секрет параметр пасворд позволяет задать пароль на вход в привилегированный режим но при этом сам пароль будет в конфигурации лежать в открытом виде вариант команды с параметром пасворд на текущий момент не является безопасным он скорее остался исторически здесь и особого смысла вводить пароль с помощью параметра пасворд я не вижу в текущих реалиях тем не менее компания Cisco Systems не любит менять то что уже было сделано когда-то и в целях обратной совместимости эта команда остается этот параметр остается вариант с параметром секрет более безопасный после того как мы дадим команду пароль в пароле будет снят хэш и в конфигурации будет сохраняться именно хэш а как вы наверняка знаете хэш это необратимое шифрование невозможно из хэша получить первоначальные значения кроме как методом перебора методом грубой силы или методом brute force как это еще называть если у вас в конфигурации есть и то и то и enable пасворд и enable secret enable secret имеет приоритет давайте я задам пароль с помощью параметра пасворд и мы убедимся что пароль будет дан в открытом виде еще раз enable пасворд дальше необходимо ввести пароль я возьму простейший пароль Cisco 12345 замечу что на устройствах Cisco можно вводить не пароль а парольную фразу парольную фразу и это что обозначает это обозначает что мы можем ввести несколько слов разделенных пробелом то есть пробел будет тоже являться символом это гораздо лучше чем просто пароль почему потому что далеко не все злоумышленники считают пробел вообще символом при взломе а во вторых использование нескольких слов разделенных пробелом автоматически автоматически что автоматически удлиняет пароль что здорово для безопасности частая ошибка новичков вы вводите пароль а дальше не знаете что ввести и вы привыкли смотреть подсказку вы после пароля нажимаете пробел значок вопроса видите что дальше необходимо нажать интер в угловых скобках параметр CR и это приведет к следующему эффекту вашим паролем на привилегированный режим станет не просто циск 12345 а циск 12345 пробел если вдруг вы только начинаете настраивать устройство и после задания пароля не сможете с этим паролем войти вспомните об этой хитрости попробуйте поставить в конце пробел и если вам удастся зайти потом все подправьте я сотру этот пробел пусть будет пароль циск 12345 без всяких пробелов выйду из режима конфигурационного с помощью exit посмотрю текущую конфигурацию с помощью show run и должен буду увидеть среди команд команду enable password и пароль будет в открытом виде и так оно и есть совершенно небезопасно тем не менее я проверю возможность входа для этого выйду из привилегированного режима команды disable теперь при попытке входа в привилегированный режим у меня запрашивает пароль пробую пустоту не прокатывает пробую пароль какой-нибудь некорректный не прокатывает а циска 12345 прокатывает так второй вариант я снова вернусь в режим конфигурирования и задам пароль с помощью команды enable и параметра ticker то более безопасно введу пароль другой например циска 123 и нажму без всякого пробела enter так выйду из конфигурационного режима и посмотрю на текущую конфигурацию обратите внимание то что я задавал с помощью enable password вот оно в открытом виде то что я задавал с помощью enable secret вот он и это совершенно не похоже на циска 123 это хэш снятый с моего пароля и это из этого хэша невозможно получить первоначальное значение такой вариант гораздо более безопасно так как у меня есть конфигурации secret и password я теперь должен буду вводить secret циска 123 потому что он имеет приоритет проверю это выйду из режима конфигурирования а так выйду теперь из привилегированного режима попробую войти ввожу циска 123 4 5 нет ввожу циска 123 да все хорошо чтобы мне пароль не мозолил глаза я отменю команду enable password любое действие любое действие на устройстве циска можно отменить с помощью приставки ноу вы вводите ту же самую команду которую вводили но при этом самом начале пишите слово ноу и пробел и таким образом либо отменяете действия либо делаете наоборот я войду снова в режим конфигурирования мне лень набивать команду enable password поэтому я просто выделю текст и он автоматически поместится в буфер обмена введу ноу пробел и нажму правую кнопку как видим ошибок нет значит команда была отменена выхожу из режима конфигурирования и проверяю текущую конфигурацию show run остался осталась строка enable secret а enable password которая была пониже отсюда ушла в принципе все вполне себе хорошо пока я рассказывал вам о пароле на привилегированный режим я вижу что внизу маршрутизатор перезагрузился но почему-то я вижу не ту реакцию которую ожидал я скажу вам честно я вроде бы конфигурацию это сохранил перезагрузил оборудование но почему-то снова вижу мастер начальной конфигурации почему интересный вопрос давайте-ка проверю что не так интересно правда конфигурацию я сохранил и я могу удостовериться что файлик стартовой конфигурации остался show start да он есть но почему-то не был воспринят устройством никак я не ожидал такого поворота событий наверное кто-то пока я занимался чем-то другим в течение недели немножко здесь побаловался но тем интереснее тем интереснее заодно захвачу тот момент который не планировал рассказать значит мы увидели что стартовая конфигурация есть но устройство ее не восприняло проигнорировало как будто бы стартовой конфигурации не было совсем и на загрузку устройства под управлением Cisco EOS влияет значение так называемого конфигурационного регистра конфигурационный регистр это набор бит это чем-то похоже на конфигурацию BIOS на обычном ПК так вот в конфигурационном регистре можно проставить такие настройки чтобы стартовая конфигурация при загрузке игнорировалась и я предполагаю что в моем случае кто-то поменял этот конфигурационный регистр и я не планировал показывать эту команду но давайте посмотрим для просмотра базовой информации об устройстве мы можем с вами воспользоваться командой show с параметром version команда show version показывает вам информацию об устройстве модель память процессов серийные номера лицензии версии EOS и так далее сокращенно можно написать что-нибудь вроде show ver вот среди прочего вывода также должна быть информация о значении конфигурационного регистра вывод большой и да мои опасения оправдались вот он значение конфигурационного регистра в 16-ти ричном виде 2042 что соответствует игнорированию стартовой конфигурации именно по этой причине у меня и не воспринимается эта самая стартовая конфигурация для того чтобы вернуть конфигурационный регистр первоначальным значением я снова войду в режим привилегированный и дам команду config defice register и дальше значение в 16-ти ричном виде значение по умолчанию должно быть 2102 если я правильно помню выйду из режима конфигурирования так а что мне делать с конфигурацией хороший вопрос если я сейчас выйду то конфигурационный регистр скорее всего не сохранится в то же время если я эту конфигурацию сохраню у меня потеряется имя устройства которое было до этого что же мне делать так как файл стартовой конфигурации у меня остался я восстановлю конфигурацию я скопирую содержимое стартовой конфигурации в текущую после этого снова поменяю конфигурационный регистр и сохраню конфигурацию копии ран вот теперь я думаю все хорошо я еще раз пущу маршипизатор на перезагрузку и пока он будет перезагружаться вернусь к коммутатору на коммутаторе мы настроили пароль на привилегированный режим, а дальше когда я подключался к устройству подключался по консоли я могу запрашивать пароль для входа в консоль чтобы пользователь не получил никакого доступа в принципе терминологии оборудования Cisco Systems консоль это линия линия и на устройстве линий существует несколько на коммутаторе я войду в режим конфигурирования и выведу подсказку можно войти в режим конфигурирования любой линии с помощью команды line на коммутаторе есть консольная линия которая так и называется консоль и виртуальные линии которые называются VTY при первоначальной настройки устройства мы можем активировать возможность удаленного подключения к устройству по протоколам телнет или SSH и одно удаленное подключение будет соответствовать одной удаленной линии терминологии оборудования Cisco сейчас я пока не буду настраивать удаленные линии меня интересует линия консольная для этого я введу название консольной линии и я должен ввести номера тех линий которые хочу настраивать консольная линия одна и нумерация начинается с нуля line консоль 0 я попадаю в под режим конфигурирования линии приглашение изменилось в скобочках я вижу написанное config define line те действия которые я произведу сейчас повлияют только на консольную линию для того чтобы включить проверку паролем на консольной линии я могу воспользоваться командой password это очень старая команда и она тоже будет хранить пароль в открытом виде и на текущий момент так делать не рекомендуется гораздо выгоднее вводить делать производить аутентификацию путем использования пары имя пользователя и пароль но это не тема нашего сегодняшнего мастер-класса поэтому я воспользуюсь командой password а дальше собственно введу пароль для консоли пусть это будет пароль просто циска мало задать пароль командой password надо еще включить проверку паролем и для этого мы используем команду под названием логин теперь при попытке входа в систему по консоли сначала у меня запросят пароль циска а потом при попытке входа в привилегированный режим я должен буду ввести пароль циска 123 выйду из режима конфигурирования чтобы мне много раз не набирать exit я воспользуюсь командой end которая выведет меня на самый верх и введу exit еще раз пробую подключиться к устройству по консоли идет запрос пароля на консоль просто циска я попадаю в непривилегированный режим ввожу команду enable и ввожу пароль на привилегированный режим циска 123 просмотрю текущую конфигурацию show run информация о линиях будет где-то ближе к концу конфигурации поэтому я промотаю ее пробелом и вот он обратите внимание вот она настройка консольной линии line con 0 пасворд циска вот он в открытом виде и команда логин для активации собственно аутентификации пока я болтал маршрутизатор перезагрузился и вуаля я оказался прав кто-то поэкспериментировал с конфигурационным регистром после смены конфигурационного регистра я вижу стартовая конфигурация нормально воспринимается прекрасно и мы видим что настройки сохранились чтобы мои настройки не потерялись на коммутаторе в том числе я также конфигурацию сохраню copy run start да и таким образом мы с вами познакомились с текущей и стартовой конфигурацией с файлом виртуальным running config файлом настоящим хранящимся в nv-rame startup config посмотрели 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 на эти файлы какой команда их вывести на экран посмотрели как содержимое конфигурации сохранить неожиданно для меня заодно посмотрели и узнали что такое конфигурационный регистр я рассказал об именах устройств о пароле на привилегированный режим в двух вариациях паспорт и секрет о понятии линии консольной или удаленной и мы попробовали настроить пароль на консольную линию с помощью команды паспорт и команды логин так вот неожиданно быстро пролетело время не совсем я рассказал прям все что хотел но возможно это будет темой наших следующих мастер-классов если вас заинтересует работа сетевого оборудования не только с точки зрения настройки но и с точки зрения вообще понимания как сети работают то что я показывал и многое 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 другое изучается на базовом курсе под названием внедрение и администрирование решений сыска сеной версии 1.0 в курсе сеной на текущий момент это не просто курс по оборудованию циска это очень глубокий и качественный курс по сетям в принципе и поэтому не суть критично будете ли вы потом вообще заниматься оборудованием циска или другим оборудованием или вообще вы будете системным администратором не напрямую связанным с сетями знания сетей нужны всем без знания сетей сейчас никуда поэтому я вот так вот без сомнения пишу фразу что это этот курс является первым шагом в карьере сетевого инженера и не только курс представляет собой 40-часовой курс с преподавателем а также предполагается некоторая тема для самостоятельного ознакомления который надо отвести примерно 24 часа на курсе так как это авторизованный курс с компанией циска систем вам поставляется официальное учебное пособие в электронном виде на английском языке на время обучения плюс некоторое время после окончания предоставляется доступ к официальным лабораторным работам где вам доступно виртуализированное оборудование суммарно лабораторные работы будут доступны на срок до 60 часов использования то есть вам хватит и на время курса и еще пару раз лабораторные работы все переделать для тех кто успешно завершил курс будет выписан официальный сертификат об окончании курса от компании циска систем с серийными номерами таким образом вы можете подтвердить пройденное обучение курс готовят к одноименному экзамену 200-301 сисены если вы уже ранее обучались и сертифицировались и например у вас уже есть статус сисеной и вы думаете что делать дальше и как вы наверное знаете если вы сертифицировались то сертификации надо подтверждать раз в три года однако скучно каждый раз сертификации пересдавать и поэтому компания циска систем решила несколько упростить работу если у вас уже есть сертификация то вы можете не только сдавать тот же экзамен или экзамен уровнем выше вы можете пройти официально авторизованное обучение заработать за это обучение так называемые циска эдюкейшн баллы и этими баллами продлить уже имеющуюся у вас сертификацию вот конкретно за курси синий вы получаете 30 синий баллов то вполне хватит для обновления статуса синий у вас есть сертификация вы ее получали например по предыдущей версии программы вы идете на новую версию курса вспоминаете то что может быть подзабыли изучаете что-то новое и автоматически продляете сертификацию мне кажется прекрасный вариант этот курс рассчитан на всех тех кто будет заниматься сетями сетевые инженеры начального уровня сетевые администраторы тех специалист отделов эксплуатации поддержки сети для тех кто желает получить новую сертификацию синий или даже для тех кто уже имеет сертификацию синий но желает ее обновить и продлить курс довольно объемный мы начинаем с описания функций сети модели оси локальные сети рассматриваем все уровни модели оси TCP IP физический уровень канальный сетевой транспортный рассматриваем базовый функционал коммутатора маршрутизатора рассматриваем протокол IP версии 4 IP версии 6 настраиваем маршрутизацию как статическую так и динамическую с помощью протокола пуштизации ОСПФ изучаем такие понятия как ВИЛАНы и ТРАНКи изучаем отказоустойчивые топологии конкретно технологию Ether Channel изучаем осуществление простейшего межсетевого экрана с использованием списков контроля доступа изучаем варианты подключения к сети интернет такие технологии как НАТ возможности для мониторинга управления устройствами рекомендуемой настройки безопасности и новые темы которые сейчас активно развиваются во всем мире это программно определяемые сети SDN и решения для интеллектуального управления помимо перечисленных мной ранее тем есть часть тем начального уровня для самостоятельного ознакомления таких как ВАН-технологии введения качества обслуживания введения в виртуализацию полное содержание программы вы можете найти по ссылочке вверху слайда 3W специалист руку цена курс проходит в режиме 5 дней с понедельника по пятницу полное расписание вы можете найти на сайте ближайшие даты проведения с 16 по 20 августа в утро дневном режиме с 10 утра до 5 с небольшим вечера с понедельника по пятницу если вас заинтересовало пожалуйста обращайтесь контакты либо есть на сайте либо можете вот здесь ссылочку взять и мне кажется пришло время для вопросов ответов если у вас есть какие-то вопросы по услышанному по подведенному демонстрации по сказанному мной вы в принципе можете озвучить это в чат пока я не видел каких-то вопросов по ходу а вот Евгений пишет отлично получилось с измененным конфигурационным регистром я скажу честно Евгений это не было подстроено для меня это было неожиданностью я скажу честно конечно вы понимаете если я читаю данные курсы около 9 лет то очевидно мне особо готовиться к мастер-классу на таком базовом уровне ни к чему и в принципе я знал что хочу вам показать и такие команды как hostname enable я в принципе знал наизусть до начала семинара я проверил доступность оборудования сбросил конфигурацию но я не ожидал что там может быть изменен конфигурационный регистр то есть это было действительно спонтанно и никакого как бы отношения к подготовке не имеет но зато вы узнали вот нечто большее чем я хотел вам показать про конфигурационный регистр и как он влияет на процесс загрузки и кстати в курсе в том числе рассматривается и процесс загрузки устройства и влияние на настройки на конфигурационный регистр это тоже в курсе есть захотите узнать приходите будем рады остальные коллеги может быть есть какие-то вопросы по увиденному услышанному ну а так чтобы евгений вообще построить как бы курс для новичков на основе поиска исправления неисправностей это наверное тяжеловато какой-нибудь курс продвинутый вполне но курс до новичка все-таки предполагает именно знакомство да как можно искать и исправлять неисправности если ты даже не знаешь что может быть поэтому я думаю на курсах уровнем выше это вполне пригодно очевидно даже кстати раньше был отдельный курс который в линейке профессионал который так и назывался трабл шутинг 40 часов сплошной поиска исправлений неисправности вам давали топологию давали трабл тикета и говорили ищем неисправности но это уже был курс не начального уровня вот был довольно интересен будет ли третья часть я думаю вполне потому что мне есть еще что-то сказать я думаю это будет полезно мне совершенно не жалко но когда когда пока затрудняюсь сказать то есть я совершенно не против я только за мне кажется знания начального уровня должны быть открыты для всех мне кажется это вполне нормально так что ожидайте но пока по срокам ничего сказать не могу к сожалению если что вы можете посмотреть первую часть это в записи ну и будем надеяться на третью и я надеюсь что это будет чуть пораньше чем через год что ж если у вас будут какие-то комментарии на всякий случай вы можете посмотреть контакты на моем сайте монахопоезд.ру а также вы можете отправлять ваши отзывы на общий ящик в домене специалист инфособакоспециалист.ру пожалуйста исходя из ваших отзывов мы собственно и увидим востребована тема или не востребована спасибо вам что пришли спасибо что задавали вопросы надеюсь что было интересно и познавательно несмотря на то что мы немножко выбились из тайминга приходите к нам будем рады научить вас и сетям и оборудование Cisco Systems и многому другому контакты вы видите на экране телефончик вы видите на экране ну а я Павел Монахов с вами прощаюсь и до новых встреч спасибо спасибо